еще в машине полный багажный коробок с вещами и вчера еще была машина мы разгрузили и вот покажи что мы сейчас завезли а сказать здравствуйте здравствуйте с рождеством второй день богородицы всех с праздником особенно всех женщин которые несут на себе тяжести этой жизни и семью и работы это будет видео это будет видео да поэтому поздравляем вас праздником и рождественское чудо для нас просто нереально вы уже знаете мы неожиданно поменяли жилье жилье более светлые второй этаж ну не знаем как там будет впереди но пока она вот мы уже практически последняя перевозка вещей наших было 3 ходки вот хотя мы сюда в румынию приехали одной ходкой вот девочки уже начинают занятие вот такая комната у нас будет действительно для занятий я хочу очень ну может быть если праздничный какой-то обед ужин но я здесь хочу больше для занятий сделать комнату вот ну вы представляете что значит сложить это все собрать упаковать спустить с пятого этажа все это перевести и снова поднять как мы это все будем формировать торопиться мы не будем хочу сказать кто только но вы на моем зрители на моем канале дорогие друзья не думайте что мы с этим всем приехали это помощь было детям вот посмотрите даже какие игрушки очень много игрушек очень много детских вещей давали на гуманитарную помощь здесь очень много действительно ну как бы детской радости и от нее не хочется избавляться мы приехали зимой февраль-март но сейчас опять зима но залито пришлось опять же летних вещей потому что это детишки вот я приехала только с чемоданом и с той сумкой но сейчас у меня тоже немножко больше стало но вы знаете нам помоги так очень много дают самые ценные принадлежности вот здесь немножко я цветов на черенковала вы тоже перевожу хочу обязательно бегонию красиво значит у нас здесь продукты еще не все переведены завтра мы будем делать уборку здесь у меня заморозка которая еще с гор с нами приехала вот продукты тоже есть вот такая вот у нас кухня все хорошо все очень здорово котел мы не включаем хозяйка еще не приходила капельки есть но 17 с половиной градусов сейчас мы идем ты не хочешь что хочешь играть но мы здесь будем долго играть будем долго еще играть очень красивая квартира тихо не рассыпайте девочки но она после ремонта и здесь нить это наши вещи здесь ничего ничего нет таня по-моему уже немножко разложила вот еще сколько наших вещей это вчера мы не разложить ничего мы не разложили это очень хорошая комната большая кровать здесь будет мама с одним ребенком надеюсь один ребенок будет со мной но пока ничего то со мной не очень настроены спать они очень к маме привязаны вот это туалет дежурный не могу открыть скажем так там стиралка находится тот же шкаф такой гардероб можно весенне осенние куртки повесить здесь вот у нас туалет такой и душевая кабинка тоже все в новом ремонте нас и там все устраивало но мы говорили с вами что там проблема по законодательству а мы законопослушные поэтому мы не хотим никаких пересечений и вот такая кровать будет у меня и я надеюсь какая-нибудь внучка вместе со мной тоже будет спать по очереди мы будем секретничать это второй этаж он у них считается 1 1 цокольный или земляной у них называется то есть тут как-то немножко у них путана идет так что мы на втором этаже но называется у них как-то он первый тоже вот шкафчик такой хороший все белом белом стиле морально очень приятно и так дорогие друзья мы сделали перевозку вещей нам удалось это нелегко физически эмоционально вот завтра у нас будет уборка из дачи квартиры на которой мы жили вот и прежде чем здесь все разложить мы прежде всего рассортируем ну и конечно поделимся с беженцами которые приезжают и приезжают в румынию поэтому вот так вот ну что все магазин за швабрами что мы покупаем швабру сок надо чтобы что-то попить что булочки для завтрака у меня есть масло может колбаски на бутерброд у меня есть такие но они могут не не есть завтра детки идут садик на полдня здесь садик недалеко тот же румынский а у нас будет сдача жилья ну и уже здесь мы будем обустраиваться ну все дорогие друзья спасибо что вы нас сопровождали рождественские чудеса продолжается мы благодарим бога благодарим за все когда заботятся о женщинах о детях и только одно желание чтобы пришел мир мир пишите в комментариях что вы думаете о нашем переезде что вы думаете об активной нашей жизненной позиции если сейчас глянуть на нас то сложно об этом сказать но как вы считаете 5 переезд за 10 месяцев сколько он стоит эмоции сколько он стоит физического душевного напряжения но все что не убивает все делает нас сильнее все детям очень нравится они думают что они будут жить в отеле просто все очень красиво всем пока и и Продолжение следует...